Всем привет! Мы сегодня продолжаем разговор о 10 мифах в английском языке. Сегодня миф третий. Итак, как всегда, давайте посмотрим на экран, прочтём всё, что есть на нашем слайде, и я дам свои комментарии. Итак, миф номер три. Вам следует изучать английский язык только в стране, где живут носители данного языка. Давайте посмотрим на плюсы и минусы этого вопроса. Итак, номер три. Если вы идете туда, то есть у нас, когда мы едем изучать язык в стране носителя, есть два сценария. Мы либо едем туда жить, либо едем туда учиться. Вот что происходит, если мы смотрим на левый столбик, когда мы уезжаем туда жить. This is the situation of a cultural shock. Это глобальная ситуация культурного шока. Если вам интересно, вы можете ввести в гугле культурный шок, и вам выйдет огромное количество ссылочек на всякие разные интересности. Культурный шок можно рассматривать по двум направлениям. Это может быть чисто языковая история, а может быть абсолютно психологическая история. Не нужно думать, что культурный шок – это когда вы приезжаете в другую страну, и видите, как там люди ходят на руках или на головах, и у вас так вот, раз и недоумеваете, какие они все необычные. Нет. Культурный шок, как правило, происходит очень тихо внутри человека, когда человек понимает, что вообще всё, каждый шаг отличается от его родной страны. Это реально огромная нагрузка на ваш внутренний мир. Ну и на внешний в том числе, потому что вам нужно взаимодействовать с людьми, общаться, жить, работать и так далее. Устраиваться, в конце концов. И куча отдельных других responsibilities, которые тоже появляются в этот период. Ну, то есть ответственности. Как было говорено уже ранее, про миф номер два, когда мы беседовали, я упомянула, что таким образом вы погружаетесь и очень здорово перенимаете акцент. Это абсолютно истина. Есть очень много заблуждений о том, что невозможно скопировать английский акцент, там, ну или японский, или китайский, какой хотите. Возможно, при определенном упорном старании акцент перенять абсолютно точно можно. И он будет очень здоровский, сносный и порядком частенько получается, что даже и не отличить, что вы носители языка. Когда вы приехали в страну и когда вы, предположим, хотите обучаться языку через повседневную деятельность, с которой вы сталкиваетесь в этой новой стране, будьте бдительны, что, конечно, вас могут поправить, вам могут сказать, нет, вот тут надо сказать вот так, а вот тут нужно сказать вот так, а вот так будет лучше и правильнее и вежливее. Конечно, вам это скажут, но никто никогда не объяснит, почему это будет именно так. То есть, это будет, знаете, как вот именно та история, когда вы усваиваете нечто как аксиому, но как оно работает, какие там процессы внутри, непонятно. And yes, you will learn it, but the question of quality of your knowledge will still be open. И да, конечно, по прошествии какого-то определенного периода лет вы таки поймете, что вы умеете разговаривать с носителями языка, что вас понимают, и вы достигаете своих целей коммуникативных, когда вступаете, в общем-то, в контакт с носителем языка. Но вопрос о качестве ваших знаний все еще открыт. Now, let's take a look at what happens when you go there to study, when you buy some short-term course. Давайте теперь рассмотрим, что происходит в случае, когда вы едете в страну носителя именно специально, таргетно на курсы короткие, кратковременные, краткосроченные, как угодно, курсы английского языка. Ведь все-таки этот сценарий намного более часто встречается, и это более вероятно, чем поехать жить в страну носителя языка. Итак, здесь немножко другие истории. When you go for the short course, this is a complete stress. Когда вы едете учиться на короткие курсы в страну носителя, это вообще просто тотальнейший, пополнейший просто, я не знаю, как его еще обозвать, стресс для вас. Это действительно так? Because you go for three or eight weeks, and you have the most intensive study of all your lifetime. Потому что, когда вы едете на языковые курсы, именно при универах, при школах или как это может случиться, вы попадаете в 3-8 недель очень интенсивного образовательного процесса. Возможно, это самый интенсивный процесс, который вы когда-либо в своей жизни испытывали. То есть, это очень коротко и очень обильно. Несмотря на то, что пишется, что это примерно 5-6 студентов, вы никогда не будете учиться в группе 5-6 студентов, минимум 12, а частенько бывает и больше. Конечно же, такой процесс обучения – это абсолютно полноценный рабочий день. То есть, вы уходите утром, и вы по 5, по 6, по 7 часов изучаете конкретный язык. Один единственный предмет. Представляете, если, допустим, это 3 недели или 8 недель, 7 часов в день, ну там у них позиционируется от 5 до 7, вы находитесь в этом интенсивном образовательном процессе, и это один единственный предмет, когда вы в день покрываете по пол учебника. Причем, для вас никто не будет останавливаться на уроке и делать паузу, объясняя, что вот здесь вот так, вот тут вот вы не понимаете, значит, что здесь будет вот так. Этого не будет. То есть, как правило, в группе они гонят программу, она у них имеется, у них есть schedule, у них есть там time, они все разбивают на конкретные эпизоды, и никто никогда не сделает паузу. Ну, можно себе представить, какой от этого толк, да? То есть, вы приезжаете, во-первых, у вас, опять же, мини-cultural шок, мини-культурный шок, вы попадаете в интенсивную просто мозгодробильню, потому что вы действительно работаете так, что у-го-го. А если еще представить, что, допустим, вы уровень print immediate, предположим, да? То есть, если вы, конечно же, работаете в multitasking, и сегодня вы трудитесь на какой-то работе, где на вас действительно очень много чего наложено, может быть, в принципе, и получится. Но если вы человек, который не привык к вот этому экстренному, стрессовому режиму переработки огромных массивов информации, это будет очень сложно. То есть, получается, что они за 3-8 недель дадут вам абсолютно весь курс английского языка. Понятно, что вы ничего не выучите. То есть, естественно, какие-то вещи будут в памяти откладываться. Но если судить по-хорошему, то после такого курса нужно приезжать домой и еще, наверное, за годик разбирать все то, что вы прошли на этом курсе. То есть, ну, это правда жизни, да? У меня есть очень много студентов, которые ездили на короткие курсы в Англию. Туда, видимо, проще всего и ближе. И действительно, это большой стресс. То есть, люди приезжают, они потом болеют головой, что называется, очень долго. Отходят. Ну, и, в общем, потом начинается процесс устаканивания всего того, что там произошло. Времени осмыслить, что происходит на этих занятиях, абсолютно нет. Поэтому то, что нужно изучать язык в стране носителя, это абсолютный миф. Thank you very much. And let's wait for myth number four. Have a nice day. Bye-bye. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!